Его жертвами стали Бах, Дюма, Диккенс, Сталин, Ленин и другие исторические личности. Ежегодно в России от него погибают около 200 тысяч человек и примерно столько же становятся инвалидами. А поплексический удар, как его избежать, об этом в ближайшие полчаса. Меня зовут Инна Сапанченко. Здравствуйте. Программа выходит при поддержке Министерства здравоохранения Самарской области, Самарской областной ассоциации врачей и информационной поддержке журнала «Личный врач». Сегодня всемирный день борьбы с инсультом. Заболевание настолько грозное, что мы, не задумываясь, посвятили ему сегодняшний эфир. Меня зовут Инна Сапанченко, дежурный врач нашей скорой телевизионной помощи. Сегодня Елена Казачанская, невролог, заведующая сосудистым центром, кандидат медицинских наук. Добрый вечер. Здравствуйте. 202-11-22. Телефон, по которому вы можете позвонить к нам в студию, задать вопросы, на которые доктор обязательно ответит. Ну, а мы про апоплексический удар. Я хочу именно с этого начать наш сегодняшний разговор, потому что название, с одной стороны, знакомое, с другой стороны, совершенно непонятное. И на самом деле, насколько оно соответствует теме борьбы с инсультом. Ну, апоплектический удар, да, наверное, все об этом слышали. Сейчас этот термин, наверное, он устаревший. Мы им не пользуемся. Мы пользуемся термином инсульт, острое нарушение мозгового кровообращения. Хотя острое нарушение мозгового кровообращения – это не только инсульт, туда же включена еще и транзиторная атака ишемическая. Это тоже острое нарушение. Апоплектический удар – это, наверное, такой 19-й век. – Дореволюционная Россия. – Дореволюционная Россия, да. Но инсультов стало не меньше, чем в дореволюционной России. Я бы даже сказала, что сейчас тенденция идет к росту инсультов, потому что факторов риска развития инсульта достаточно много. Елена Федоровна, инсульт от латинского «скачу, впрыгиваю» и «мозговой удар» вот такие варианты перевода дает. Что это означает? – Ну, это, видимо, говорит о том, что это развитие острое, внезапное, как удар. То есть, если говорить про кровоизлияние в мозг, то это действительно ощущают пациенты как удар в голову. Скачок, удар в голову. Нарушение мозгового кровообращения часто как раз развивается как острый такой период. – А что происходит в организме во время инсульта? – Во время инсульта чаще всего, ну, существует два вида инсульта, да. Это ишемический инсульт, нарушение кровотока мозга, нарушение кровоснабжения головного мозга. Либо геморрагический инсульт – это кровоизлияние в мозг. Наоборот, да, если здесь при ишемическом инсульте происходит недостаток кровотока к головному мозгу, то при геморрагическом инсульте там, наоборот, разрыв сосуда и кровоизлияние структуры мозга. Тем не менее, то и другое инсульт. И то, и другое называется инсульт. Есть еще третий, так сказать, я уже говорила, транзиторная атака ишемическая. Чаще всего это недостаток кровотока, который в течение суток восстанавливается. Это тоже острое нарушение, и это не ведет, может быть, к какому-то инвалидизирующему в последующем факторе. Но это является прединсультом в будущем. И на это надо обратить внимание и лечить. Вот то, что вы назвали геморрагический и ишемический инсульт, антиподы такие, антиподы с одной стороны. И это означает, что механизм совершенно разный. Я пытаюсь понять вместе с нашими зрителями, вот что происходит. Елена Федоровна, я вас прерву сейчас, потому что у нас есть звонок. Давайте послушаем телезрителей. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Добрый вечер. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, хочу вопрос задать. В 2018 году мне поставили стенд. Я могу пользоваться алмазом, аппаратом? Прошу прощения, могу уточнить, вам поставили стенд в сосуды шеи или в сосуды сердца? В сосуды сердца. В сосуды сердца вам нужно проконсультироваться с кардиологом. Да, ну и с физиотерапевтом. Обычно алмаг не является противопоказанием при стендировании. Если у вас нет каких-либо других противопоказаний. А мы говорим о том, что происходит в организме, когда случается инсульт. Ну, при ишемическом инсульте есть несколько факторов риска возникновения, да, и механизмов. Это атеротромбоз, то есть атеросклероз сосудов головного мозга, и из-за того, что бляшка суживает просвет сосуда, либо часть этой бляшки атеросклеротической, ну, грубо говоря, отрывается, и с током крови заносится в более узкий сосуд, возникает инсульт. Чаще всего это атеротромбоз. Второй фактор риска – это артериальная гипертензия. Чаще всего бывает и то, и другое. И артериальная гипертензия, и атеросклероз, так называемый. Очень большой фактор риска – это нарушение ритма сердца. Мерцательная ритмия, так называемая, ну, доктора называют фибрилляцией предсердий. Это один из таких грозных факторов. Если человек не принимает, причем у молодых очень часто бывает фибрилляция предсердия, и на него не обращают внимания, на этот фактор риска. Не принимают препараты, антикоагулянты, в частности. И очень много мы видим молодых людей с нарушением ритма и с инсультом, с неоднократным. Сахарный диабет – это тоже фактор риска. Причиной может быть ишемического инсульта также нарушение заболевания сердца. Ну, например, такое грозное инфекционное заболевание, как эндокардит инфекционный. При развитии инфекционного эндокардита тоже мы можем получить инсульт, эмбол, эмболия. Наследственные факторы тоже могут влиять на это. Ну, есть такие заболевания, болезнь фабрии, в частности, генетическая. У молодых пациентов может быть фактором риска развития инсульта, нарушения гомоцистиина, гипергомоцистиинами и так называемые. Еще один фактор риска – это прием женщинами, к примеру, противозачаточных гормональных препаратов. Это тоже ведет иногда… Ну, есть и в аннотации такой фактор риска, да, что… Это означает, что изгущения крови лучше отказаться? Это нужно, чтобы вам посоветовал доктор, и вы знали о том, что это один из факторов риска – получить инсульт в молодом возрасте. Ну, вот как-то, да, такие вот… Я правильно услышала, что вы назвали гипертоническую болезнь все-таки фактором риска? Да, гипертоническая болезнь – это тоже фактор риска как ишемического, так и геморрагического инсульта. Знаете, я, когда готовилась к эфиру, прочитала высказывание одного из медиков, который говорит, что это фактор риска еще и потому, что не все больные добросовестно относятся к лечению гипертонической болезни. И врач назначает препараты, человек их попьет некоторое время, ему становится лучше, и, собственно, он прекращает. Конечно. Гипертоническая болезнь – это то заболевание, которое является хроническим заболеванием. Его лечить нужно пожизненно. То есть доктор, который назначает гипотензивные препараты, должен регулировать прием этих препаратов дозировок, подобрать вам индивидуальную дозировку, и эти препараты принимать пожизненно. Это профилактика и не только инсульта, но и инфаркта. Инфаркта, инсульта. Вы сейчас говорили, у молодых вот это, вот это, но разве инсульт – это не прерогатива людей пожилых? Нет, к сожалению, сейчас и молодых людей очень много. Ну, средний возраст, бывают пациенты и 24, и 18 лет, но их, конечно же, меньше. Это чаще больные с кровоизлиянием в мозг. Мы не поговорили про геморрагический инсульт еще, да? То есть геморрагический инсульт, он может быть вследствие повышения давления артериального, гипертонической болезни, и вследствие наличия аневризмы в головном мозге, она бывает иногда врожденная. Разрыв аневризмы может приводить и к геморрагическому инсульту, либо к субрахноидальному кровоизлиянию. Аневризма – это что? Аневризма – это такой мешочек в сосуде, да, с кровью. Это аномалия стенки сосуда, чаще всего это врожденная такая патология сосуда, артерии. И бывает артериовенозная мальформация, так называемая, рибоартериальные аневризмы, и разрыв аневризмы, он может быть спонтанным, может быть на фоне высокого давления артериального, это приводит к кровоизлиянию в мозг. Я правильно понимаю, что она может не беспокоить, о себе никак не напоминать, и человек не знает о том, что у него? Да, может не знать человек об этом, либо какие-то головные боли, которые расцениваются как мигренозные боли, и человек ходит и лечит мигрень. Мигрень, кстати, тоже сама по себе фактор риска развития инсульта ишемического. Это может приводить к инсульту. Если вы только что подключились к нам, в эфире программа «Звоните доктору». Сегодня дежурный врач скорой телевизионной помощи, врач-невролог Елена Казачинская. И мы говорим об инсульте, поскольку именно сегодня, 29 октября, Всемирный день борьбы с инсультом. Вот инсульт же коварен тем, что на первых порах больной может не подозревать ни о чем, ничего не чувствовать. Можно ли как-то спрогнозировать наступление инсульта? Есть ли у него какие-то отдаленные признаки, намеки? Ну, на 100% сказать сразу, что вот если у вас есть, например, головная боль или там какие-то головокружения, что это на 100% фактор такой, который говорит о том, что у вас обязательно будет инсульт, нельзя. Но если хотя бы периодически возникают те же самые транзиторные атаки ишемические, они могут быть на долю секунд, минут и так далее. Нарушение зрения, двоение в глазах, головокружение такое, которого у вас никогда раньше не было, да, необычное головокружение, не просто неустойчивость, а такое интенсивное головокружение, пугающее вас. Нарушение речи. Если возникло онемение в руке и в ноге, и потом самостоятельно прошло, это обязательно нужно обратиться к доктору. Ой, можно я уже пойду? А, доктор здесь. Потому что каждый из этих факторов начинаешь находить у себя. У пациента, у вас, в частности, у кого-то есть сахарный диабет, есть нарушение ритма сердца, есть артериальная гипертензия, которые тоже, ну, не все пациенты готовы пожизненно принимать препараты, особенно мужчины. Говорят, что я же вот не буду работать всю жизнь на таблетки, вот у меня сейчас, я попил месяц лекарства, у меня нормализовалось давление, я больше этого делать не буду. Ну, так делать нельзя, все-таки нужно некоторые препараты, если вам доктор назначил, принимать, как вот я уже говорю, пожизненно. Давайте послушаем звонок. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Добрый вечер. У меня главный вопрос. Я гипертоник. Что нужно принимать такие препараты, чтобы у меня не случилось-то инсульт? Ну, я сразу хочу сказать, что мы не можем нарушать рекламу и назначать препараты, да? Да, конечно, да. Я хотела сказать, что те препараты, которые вам назначил доктор, вам нужно сходить к терапевту или к кардиологу. Препаратов достаточно много. Групп препаратов очень много. Назначение препаратов зависит от того, какие у вас есть сопутствующие заболевания. Нет ли заболевания почек, нет ли заболевания щитовидной железы. Бывает комбинация препаратов. Поэтому, если у вас возникли вопросы, вы не можете откорректировать свое давление, мы можем оставить телефоны. Оставьте телефоны, мы потом перезвоним вам и посоветуем, куда обратиться. Спасибо, Елена Федоровна. Артериальное давление должно быть не выше 140 и 90. Если оно выше, то вам однозначно не хватает тех препаратов, которые вы принимаете. Нужно корректировать. 202.11.22. Сегодня в нашей студии врач-невролог Елена Казачинская. Вы можете звонить, задавать свои вопросы. Но мы не будем назначать препаратов. Елена Федоровна, а вот о признаках я возвращаюсь к тому, как услышать, как испугаться. Вот, например, человек... Да, но у нас, поскольку мы договаривались, что в приоритете зрители, то сначала вопрос зрителя. Да, здравствуйте, мы слушаем вас. Добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. У меня вот какой вопрос. У меня у соседей, старенький дедушка, недавно перенесен сунь. Ну, как бы его восстановили, выпитали из больницы, он сейчас находится дома. У него, как бы, хорошая такая, заботливая семья. Но, если честно, вот родственники его не знают, как на него дальше ухаживать. Они все время мечутся, не понимают, правильно они делают или неправильно. А может быть, есть у нас в Тамаре какая-то, не знаю, школа для родственников, какие-то, может быть, курсы, может быть, какая-то горячая линия, какая-то служба поддержки, чтобы объяснить родственникам, как ухаживать с такими больницами, которые перенесены. Спасибо, вот отличный вопрос. Да, вопрос замечательный. Сейчас осложняются, скорее всего, вот такие школы, которые, кстати, у нас в Дорожной нашей больнице мы проводим, для пациентов и для родственников. Они осложняются эпидемиологической обстановкой. Да, мы тоже можем взять ваш телефон, и я вас сориентирую, куда можно будет обратиться. И сейчас это не будет, наверное, рекламой. Я вам скажу сайт, есть такой сайт ОРБИ, Организация родственников больных инсультами. Вы забейте в поисковик вот эту вот ОРБИ, и посмотрите, там есть очень много полезных таких, может быть, фильмов, как ухаживать за пациентами. Там рассматриваются правовые вопросы, оформление инвалидности, например. Там можно задать, есть форум и задать вопросы родственникам, у которых уже есть такие пациенты, что делать вот в данном случае. И там есть медицинский форум, когда вам могут ответить на какие-то вопросы по уходу. Ну, вот как-то так. Тоже телефон можете оставить, я перезвоню и вам объясню. То есть вы завтра будете целый день отвечать на звонки наших зрителей? С удовольствием. Спасибо большое. У нас еще один звонок есть. Алло, здравствуйте. 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 Добрый вечер, мы вас слушаем. Алло, говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Я хочу вопрос задать. Вот у моего супруга давление каждый день меньше 160 на 90 не выходит. Скажите, пожалуйста, что делать? А так у него в большинстве 180, даже 186 давление. Но при этом он ходит и работает. Вот так. Ну, это вот тот же вопрос, о котором мы уже говорили. 180 и 160 – это фактор риска развития инсульта. И как раз мужчины часто не обращают внимания, потому что их ничего не беспокоит. Не болит голова, никаких-то там изменений они в себе не чувствуют. Пока не случается инсульт рано или поздно. Вот. Повторюсь еще раз. То есть вам, ваш доктор-лечащий, терапевт, должен отрегулировать цифры давления, потому что препараты, их очень много. Комбинация групп препаратов может снизить ему давление. Ну, может быть, не резко. Не надо там, чтобы было 180, а потом сразу стало 120. Постепенное снижение. Сейчас достаточно много препаратов, которые действуют сутки. И подбор комбинаций препаратов поможет ему снизить давление. Да, здесь самое сложное – отправить его к врачу. Нужно за ручку привезти, как это обычно делают жены заботливые. Переводят к доктору. Вот жены заботливые звонят к нам, потому что, видимо, не могут сами справиться. Надеюсь, что у телезрительницы это получится. Итак, мы говорим о симптомах, о факторах, которые должны насторожить человека, заподозрить инсульт. И сейчас давайте посмотрим сюжет, потом продолжим разговор. Рука у Натальи Волковой отнялась рано утром. Отлежала, подумала женщина. Ей в голову не пришло, что это инсульт. Когда растирания не помогли, муж все-таки вызвал скорую. Мы приехали, а я из машины не могу. Тянем под руки врачей и медсестры. Тащитая, я прямо упала. В общем, вся левая сторона отнялась. Инсульт – это нарушение кровообращения в головном мозге. Оно происходит от закупорки или разрыва сосудов. Недостаток кислорода и глюкозы приводит к смерти клеток мозга и нарушению двигательных функций речи или памяти. Инсульт случается мгновенно. Поэтому часто и пострадавшие его окружения теряются, тогда как действовать нужно быстро. Есть такое понятие терапевтическое окно или терапевтический час. А это время составляет 4,5 часа. То есть при определенной форме инсульта, это ишемический инсульт, и при наличии показаний в эти 4,5 часа больному можно радикально помочь. Можно ввести препарат, который растворяет тромб. Улыбнись, помаши, поговори. Если человек не может выполнить одного из этих действий, нужно обращаться к врачам. Запомнить несложно. Человека с подозрением на инсульт нужно первое – попросить улыбнуться, второе – заговорить, и третье – поднять вверх обе руки. Если мозговое кровообращение нарушено, он не сможет этого сделать. И, возможно, в критической ситуации вы вспомните эти простые движения и вовремя наберете 0,3. Тогда шансов на спасение у человека будет гораздо больше. Практически каждый из нас находится в группе риска. Инсульт провоцирует повышенное артериальное давление, неправильное питание, курение, стресс, сахарный диабет, лишний вес. Риск возникновения инсульта снижает своевременная диагностика. 202-11-22. Телефон нашей студии. Сегодня у нас в гостях врач-невролог Елена Казачинская. Не случайно мы показывали вот эти жесты. Это три позиции, которые, на самом деле, наверное, не так уж сложно запомнить. Если все-таки у человека случился инсульт, то здесь два варианта. Он может быть один дома в этот момент или не дома. И могут быть родственники. Вот что делать в том и в другом случае? Ну, я уже посмотрела в ролике. Замечательно там вы уже даже показали, как это нужно. Ну, либо есть такое, чтобы запомнить, что нужно сделать удар. Удар. У – это улыбка. Д – это движение. То есть вы показываете движение. Если слабость в какой-то одной руке, то человек не сможет удержать руки. А – это артикуляция. То есть если попросить человека разговаривать, он может неправильно произнести имя свое. И Р – это решение. Удар. Р – решение. Это вызвать скорую помощь. Вот не зря Ольга Владимировна Андрофагина сказала, что первые 4,5 часа мы можем подарить человеку шанс остаться без инвалидности в будущем. То есть существуют сейчас современные препараты, которые растворяют тот тромб, эмбл, который стал причиной инсульта. Конечно, там много противопоказаний для введения этого препарата. Но во всяком случае есть шанс, что вот именно этот человек попадет вот в то терапевтическое окно, и мы ему поможем. Что нужно сделать родственникам? Да. Не нужно давать каких-то медикаментов, даже если есть повышенное давление. Мочегонные очень часто там начинают давать. Или какие-то гипотензивные препараты. Этого делать не нужно. Если вы чувствуете, что у вашего родственника совсем плохо состояние, да, многие пытаются там попоить его водичкой. Этого тоже делать не надо. Бывает иногда нарушение глотания, и человек может поперхнуться, либо там потом в дыхательные пути попадает вода, и бывает асфиксия. Вызываете скорую помощь, открываете форточку. Человек упал. Надо ли его поднимать, сажать, укладывать, что делать? Не нужно его поднимать. Можно положить под голову, освободить ему шею, воротник, да, расстегнуть одежду свободную и вызвать скорую помощь. Чем быстрее приедет скорая помощь, тем больше шансов, что этот пациент попадет именно в нужное время, в нужный стационар. А если человек все-таки дома один? Если человек дома один, да. Хорошо, если он может говорить, да? Ну, к сожалению, у нас есть и такие примеры, когда пожилые люди оставались дома одни, и их потом родственники через один-два дня находили вот так вот лежащими на полу. Ну, это, наверное, для нас, как, может быть, для детей, нужно со своими родственниками держать контакт. Если вы чувствуете, что ваши пожилые родители не подходят к телефону, или, может быть, соседи, которые с ними общаются, не видят его какое-то время в поле зрения, то нужно забить тревогу. Потому что таких случаев достаточно много. Что пожилые люди приезжают, привозят их в скорую помощь, а они лежат несколько дней в одиночестве и не могут сами себе помочь. Давайте звонок послушаем. Алло, здравствуйте. 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 У меня, это самое, два года назад упало руками. И сперва признали, что просто руки у меня отваливаются. Отчего? Нет, сам. Атроз. Таблетки попейте. То есть вы пятая и десятая. Попила таблетки. Но она ничего не приведет. Сходите в больницу. Пошла в больницу. Ну, еще вот такие таблетки попейте, попила таблетки. А теперь в этом году уже все, болит тело. Руки, шея. И уже к ногам переходит. Что делать? Скажите, пожалуйста, а есть ли у вас какие-то заболевания? Сахарный диабет, может быть, или там повышенное давление артериальное? Нет? Нет. Сколько вам лет? 69. Вы ничем не болели за 69 лет? Нарушение ритма сердца у вас никогда не возникало? Ну, у меня микроинфорты было. Ну, аритмии не было. Аритмии у вас не было. Нарушение ритма сердца не было. Мне сложно, конечно, по телефону или по телевизору как-то вас диагностировать. Вы можете обратиться, тоже я могу оставить в редакции свой телефон. Придете на консультацию, я постараюсь вам помочь. Елена Федоровна, вы рискуете не принять тех пациентов, которые уже записаны завтра к вам? Это не такое большое количество. Примем всех. Опять же, благодарю вас. И, кстати говоря, не могу не спросить, сегодня же очень многие люди с сердечными болезнями переживают о том, что негде будет лечиться. Ваше отделение функционирует? Ну, в дорожной больнице не перепрофилированное под инфекцию, поэтому у нас пациенты все лечатся. И скорую помощь привозят с острыми нарушениями мозгового кровообращения в сосудистый центр. Плюс у нас есть кардиологи, которые амбулаторно консультируют. Можно попасть на прием и к неврологам, и к кардиологам. Давайте в оставшееся время попробуем все-таки поговорить, что происходит уже после того, как человека привезли в больницу. Каковы его шансы и что с ним будет дальше? Ну, чаще всего острые нарушения мозгового кровообращения – это ургентная такая ситуация, экстренная. Пациентов лечат в реанимации либо в блоке интенсивной терапии. В среднем лечение инсульта сейчас в настоящее время – это вот в остром периоде – это две недели. Пациентами занимаются… Сейчас очень много центров сосудистых отделений открыли вообще по России. Принцип тот, чтобы в течение четырех с половиной часов пациент попал в ближайший сосудистый центр. То есть по городу открыто несколько центров как раз с той целью, чтобы больному успели сделать, к примеру, траболизис. Вот о чем мы уже говорили. Существует такой термин – мультидисциплинарная бригада. То есть пациентами на самом раннем этапе даже в реанимации занимаются несколько специалистов, куда включен не только невролог, там есть кардиолог, там есть психолог, нейропсихолог, логопед, врач лечебной физкультуры. Сейчас вот в этом году уже появилась новая специальность – реабилитолог, так называемый это ФРЭМ – врач физической реабилитационной медицины. И по истечении определенного времени части пациентам, которые нуждаются в дальнейшей реабилитации, есть так называемый второй этап реабилитации. То есть у нас в городе существует отделение, куда из острого периода инсульта отделения можно перевести на второй этап реабилитации. Это почти невозможно, но давайте попробуем еще на один звонок ответить. Судавайте. Алло, здравствуйте. Алло. Да, добрый вечер. Добрый вечер. Здравствуйте. Извините, пожалуйста, у меня вот такой вопрос. У меня часто нарушение кровообращения есть в головном. Я падаю в обморок или не падает голова, все плывет, тошнота открывается, поднять не могу, а до этого сильно голова болит. Я несколько раз на скором больнице в стационарах лежала, каждый врач, главврач отделения рекомендации дают ежегодно, плановые, надо госпитализации. Но мне в поликлинике никто не дает. Ждут, что меня парализует, что ли? Ну, чем вот это, я не знаю, что такое. Либо парализует, либо еще что-то, либо умру. Мне надо комплексное лечение, комплексное обследование, надо какой-то вот все-таки стационар хорошую делать. Да, мы поняли вас, да, поняли, спасибо. Ну, к сожалению, вот ответить на вопрос поликлинической помощи я сейчас не смогу вам. Но если у вас будет желание, вы можете точно так же, я повторюсь, мы всем поможем, кому сегодня обещали уже. Да, можете обратиться, и мы посоветуем, где полечиться. Спасибо. И если успеем, хотелось бы еще все-таки поговорить о том, правда ли, что человек, перенесший инсульт, всю жизнь остается инвалидом? Ну, этот вопрос тоже задают всегда. И это неправда. То есть пациенты наши, даже с серьезным заболеванием головного мозга, когда очень большой очаг поражения, это не значит, что он останется инвалидом и будет всю оставшуюся жизнь нести на себе эту премию инсульта. У нас есть масса примеров, когда пациенты с большим поражением головного мозга возвращались к работе. Главное – соблюдать рекомендации врача. И в данном случае, наверное, очень важно вот то, о чем звонила нам зрительница, спрашивала, как вести себя. То есть об этом должны знать родственники, потому что их помощь в данный момент, наверное, неоценима будет, да? Конечно. Сейчас социальная реклама работает, факторы риска инсульта должны знать все и помочь своему ближнему. Это может случиться и в транспорте, и в домашних условиях. Гелена Федоровна, спасибо. Ну, я думаю, что здоровый образ жизни и отказ от вредных привычек – это один из мощных факторов избежать инсульта. Это была программа «Звоните доктору». Мы увидимся с вами ровно через неделю, в следующий четверг, 18.15. До свидания. До свидания. Всего хорошего. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова